Михаил Ассаргин Самобеглая коляска Если бы не наша непростительная национальная застенчивость, то давно бы весь мир знал, что все великие изобретения и открытия, за исключением парламента и социализма, сделаны русскими. Впрочем, первый самовар найден был при раскопках в Помпеях, а счеты были известны китайцам задолго до христианской эры. Все же остальное, чем гордится наше время, было у нас много раньше, чем в Европе. Всякому известно, что первую электрическую свечку сделал Яблочков, а радио открыл Попов. Но не всякому известно, что первую летательную машину соорудил черный московский человек в 1647 году, за что был бит плетьми нещадно. Машину же сожгли и пепел развеяли по ветру. Поющую машину в виде птицы смастерил крепостной Гришко-плоскалик, отделавшийся пустяками. Его лишь слегка посекли и приказали впредь ничего не выдумывать. Айра Сани изобрел бумажной мельницы работник Ивашко Культыгин и катался на них изрядно. Но по доносу Попа Михайлы Варварьинской церкви был взят в приказ тайных дел, под пыткой упокаялся и был батагами бит нещадно, а Сани сожгли. Моторную лодку изобрел крепостной дядька Семен Петров и катал на той лодке по пруду троих человек свободно, но был за это высечен помещицей на конюшне и сослан в пастухи в дальнюю деревню. Такова же была судьба Анании Звонкова, построившего первую молотилку. О первой паровой машине, отменно работавшей в Сибири в дни Екатерины II, можно прочитать подробное описание с чертежами и вычислениями в исторических журналах, но в Европе об этом никто не знает. Что же касается автомобиля, то он был изобретен Леонтием Шамуренковым в первой половине XVIII века, Кое-что об этом человеке известно, а что неизвестно, дополним мы нашим творческим воображением. Печатью гения Леонтий был отмечен, можно сказать, с младенческого возраста. Грудным младенцем он дважды падал, один раз с лавки, другой раз с печки, и все-таки остался жив, только оба раза долго икал. От первого раза остался у Леонтия след, кривая нога, от второго раза заметный горб. Мать жалела, что Леонтий оказался небьющимся, потому что какой же это работник в крестьянском деле с горбом и кривоногостью. Того не сообразило, что двойное падение отлично отразилось на мозгах ребенка, который и вырос гениальным изобретателем. Изобретать он начал с самого роднего детства. Предполагают, что он изобрел машинку для раскачивания зыбки, в которую поступил прямо из чрева матери. Но это, конечно, преувеличение, тем более, что никакой люльки у него не было, иначе не упал бы он с лавки и с печки. Но соску он действительно усовершенствовал, заменив грязную тряпочку собственным пальцем. Когда же он начал ползать, а затем и ходить, его умственное превосходство над прочими детьми сразу обнаружилось. Его стрекозы, проткнутые соломинкой, летали лучше всех. Его кубарь не просто кружился, но и гудел. А на сделанной им дудочке сверестельки можно было играть без устали все, что угодно. Десяти лет он соорудил такой самострел, что убил, наповал петуха, за что был нещадно избит матерью, но стал героем в глазах сверстников. Тогда же он построил первый понтонный мост через ручей, а зимой приспособил к санкам рогожный парус и катался по льду речки, возбуждая общее удивление. За последнее изобретение бил его собственноручно отец, но бил как-то неуверенно, лишь по обычаю и явно без надобности. Пятнадцати годам он считался на деревне лучшим плотником и слесарем, и ни починка телеги, ни рытье колодца, ни закладка нового сруба не обходились без его участия. Советовали с ним даже почтенные домохозяева. На словах с ним не соглашались, но на деле поступали по его указаниям. За советы ему платили, обычно подзатыльниками и зуботычиной. Не вмешивайся ни в свое дело. К занятию крестьянством Леонтий остался неприспособленным и по двадцатому году был продан неразумным помещикам своей соседки по имени княгиня Ге, полная фамилия которой в наших документах не значится. Княгиня Ге была одной из тех помещиц, о которых сохранились в народе воспоминания и легенды, рисующие ушедшую вечность идиллию крепостного права. Из рассказов о патриархальном быте, о чисто родственных отношениях помещиков к крестьянам мы воспользуемся здесь только одним, имеющим ближайшее отношение к биографии нашего героя. У княгини была дочка, милая девушка, шестнадцати лет, добрая, веселая, несколько шаловливая и капризная. Мать не чаяла в ней души и потакала ее выдумкам. Так, чтобы доставить дочери невинные развлечения, княгиня приказала старости отбирать каждый день по семи девок покрепче, поздоровее и покрасивее, и присылать их в господский двор. Здесь на девушек надевали особую упряжь и впрягали их в шарабан. Затем садилась княжна, рядом с собой в помощь сажала кучера, сама брала в руки вожжи и хороший хлыст, и выезжала на прогулку. Девушка любила спорт и ловко правила, подбодряя лошадок вожжами и хлыстом. Если престижные отставали от коренника, она изящным в своей простоте движением с великим искусством поклестывала их, норовя попасть, как делает хороший кучер, по причинному месту, одинаково чувствительному у лошадей и у крестьянских девок. Так каталась она по часу, по два, объезжая материнские владения по полям, по лесным дорогам, по пригоркам и оврагам, то рысью, то вскачь, то с раздумцей и тихим ходом. Устав править сама, передавала вожжи кучеру, но следила, чтобы он не портил лошадок, делая им поблажки. Подхлестни-ка, Анютку, не видишь? Вытяни-ка коренную по хребту. По возвращении домой звонким голосом окликала мать. «Мама, лошадкам овса!» Мать выходила, умиленно улыбаясь, забавом девочки, приказывала принести пряников и леденцов, высыпать кульки в длинную колоду на конюшне и подогнать девок. Угощения добрая помещица не жалела. Девки должны были стоять у колоды и есть, хватая пряники и конфеты губами. А руками не прикасаясь. Затем, покормив осчастливленных девок, отпускали их домой, а на другой день пригоняли новых, чтобы все по очереди испытывали помещичью ласку. Так, катаясь молоденькая княжна каждый день на новые семерки, разве что облюбует какую-нибудь девку, сивую или караковую, и прикажет запрягать ее каждодневно, пока не наскучит. Особенно полюбила она Дуньку, лошадку не сильную, но красивую и большеглазую, с длинной русой косой. Ее запрягали чаще других и всегда на пристяжку. Эта самая Дунька полюбилась и гениальному горбуну Леонтью. Любовь, конечно, платоническая, горбуну рассчитывать не на что. Когда же однажды пришло княжне в голову взноздать Дуньку особо, сунув ей в рот железную переборку, не выдержал Леонтьей и решил изобрести такую штуку, чтобы отвлечь внимание княжне от крестьянских девок и соблазнить ее новым развлечением. Работая малым при конюшне и при кузнице, Леонтьей Шамуренков облюбовал старый брошенный шарабан и стал над ним мудрить. Неделю он только сидел на бревне против шарабана и смотрел, ничего не предпринимая, обдумывая будущее изобретения. Потом стал мастерить какие-то скрепы и колеса, никому своей затеей не открывая. Потом шарабан разобрал на части и опять сложил по-своему. И, наконец, пришел день, когда горбун в обеденное время, пользуясь отсутствием свидетелей, залез в свой дырявый шарабан, скрылся под сидением, начал там что-то крутить, и шарабан, закачавшись, покатился на колесах без лошади. Так, в 1745 году в селе Князьке такого-то уезда, точнее, названия нет в документах, пущен был вход первый в мире автомобиль. И тут в биографии Леонтья Шамуренкова огромнейший пробел, который нам заполнить-то и нечем. Неизвестно даже, узнал ли кто-нибудь об изобретении Леонтья, били ли его за это изобретение, каталась ли княжна на его самобеглой коляске. Решительно ничего мы не знаем до той минуты, как у сидевшего в Нижегородском остроге по своим делам колодника Федора Родионова в 1751 году отобрано заготовленное им прошение в Сенат от имени крестьянина Леонтья Шамуренкова. Сам Шамуренков был на воле, а колодник Родионов, хоть и сидел в остроге, слыл за ловкого ходатая по чужим делам и искусного грамотея. Бумага в Сенат, отобранная у колодника, взволновало Нижегородское начальство. Было сказано в бумаге, что некий крестьянин Шамуренков может сделать в два счета самобеглую коляску о четырех колесах, чтобы бегала она без лошади на дальнее расстояние и не только по ровному месту, а и на гору. Править же ею будет два человека разными секретными инструментами, да еще четверо могут сидеть в ней господами и кататься, ни о чем не думая. Кроме того, может тот же Шамуренков сделать при той коляске часы, которые будут ходить на задней оси и показывать, сколько верст проехали, хотя бы даже до тысячи верст, да еще на каждой версте будет звенеть особый колокольчик. Значит, по-нашему не только автомобиль, а и таксомотор с полным счетом. Вызвали, конечно, Шамуренкова, посадили его во строг и допросили. Правду ли говорит? Все это Шамуренков подтвердил, прибавив, что по неграмотности все делал самоучкой, по своему разумению, и что прежняя его самобеглая коляска ходила небойко по неимению средств. Сделать же он может очень бойкую и на ходу легкую, на что ему потребуется сумма в тридцать рублев. И еще он может сделать машину, чтобы вытаскивать из земли тяжелый колокол, а также сани без лошади для зимних разъездов, только бы поддержали его скудность немногими деньгами, о чем он и решил просить Сенат. Совещались начальники, как быть с Леонтием Шамуренковым, пытать ли его с пристрастием или легонько поучив плетью отпустить, однако, побоявшись в всем смутном деле законной ответственности, послали о нем длинную и подробную бумагу в Санкт-Петербург с приложением всех показаний и всего по делу производства. Ответ пришел по тому времени скоренько, через девять месяцев, и не только Леонтия освободили, но приказали выдать ему подъемные и доставить его в Петербург, чтобы мог он ту коляску делать. Тут опять пропуск, хотя известно, что Леонтий в Петербурге был, коляску сделал, но только денег ему дали мало, так что нечем было кормиться, а жаловаться он боялся. Хуже всего, что сенатор, которому было поручено ведать делом Леонтия, и рассмотреть его самобеглую коляску, никак не мог за большой занятостью с этим делом справиться. Леонтий же, опасаясь от голода преждевременно скончаться, просил пока что отпустить его в деревню на кормежку и туда прислать ему, Леонтию, ответ. Его отпустили. А о коляске забыли. Никак не мог сенатор улучшить время и ту коляску расследовать. Да как-то она и затерялась, а может быть, не умели с ней справиться без помощи самого изобретателя. Пробовал Леонтий навести справку в столице, когда рассмотрит его самобеглую коляску и какая будет по тому делу резолюция. Сам писать не мог, а писал за него отставной солдат Алешка Михайлов. И то письмо в Сенате сохранилось, но ответа на него не последовало по причине неизвестной. В исследовании же таковой причины приходится сделать предположение, что каждый раз в те годы внимание Сената и двора императрицы было отвлечено другим важным делом, а именно поимкой в городе Казани и доставлением в Петербург совсем особенных пушистых сибирской породы котов. По этому делу велась огромная переписка между Сенатом и Казанским губернатором. И императрица этим делом живейшим образом интересовалась. Посланы были в Казань особые чиновники, и дело было поставлено на широкую ногу, не жалея средств. Известно также, что коты были действительно наловлены в достаточном количестве и отправлены специальным обозом, а казанский губернатор получил благодарственный аэроскрипт и золотую табакерку. По этому поводу ходили даже в народе слухи о предстоящей войне и что будто бы предполагается стрелять по бусурманам живыми котами из особых пушек. Еще говорили, что в скором времени всех кошек из восточных губерний переведут в западные, а на их место пошлют корюшку и рыбу-солакушку для разведения в реках Волги и Ками. И что все это по причине предсказанного немецкими учеными солнечного затмения, от которого могут произойти всякие неприятности. Как бы там ни было, а за всеми этими толками и хлопотами позабыли и о самобеглой коляске и об ее изобретателе. А когда, наконец, на пятый год, проглядывая список дел незавершенных, сенатор вспомнил и запросил о самобеглой коляске, то справкой и отношением был извещен, что та коляска приспособлена была для воски дров на нужной канцелярии при помощи лошадиной тяги, но оказалась непрочной и развалилась. Устройство же ее осталось неизвестным, так как никаких чертежей не было, и все делал изобретатель самоукой. Однако были будто бы свидетели, что у самого Шамуренкова бегала та коляска, бойко по двору, на улицу же выпущена не была, в избежание лишних и опасных толков в народе. Посему сенатор положил резолюцию. Дело производства прекратить. А не прекрати он это дело, возможно, что уже Екатерина Великая каталась бы по российским дорогам в отличном автомобиле, и было бы всему миру ведомо имя Леонтия Шамуренкова, первого изобретателя самобеглой коляски. Субтитры создавал DimaTorzok